Я думаю, наверное, начну. Кто-то будет подходить, я очень буду рад. Всем привет, меня зовут Санцов Илья, я тестировщик Гридгейн Системс. Сегодня я вам расскажу немножко о том, что, по моему мнению, должен помнить каждый человек, который вот уже занял с руки над клавиатурой и собирается написать что-то там импорт бла-бла-бла на питоне или там using system, там, я не знаю, шарпа, ну вот на шарпе что-то собираются написать. Мой доклад будет особенно интересен начинающим тестировщикам, которые еще только постигают основы автоматизации и как следствие программирования, потому что, ну, в моем случае, в рамках моего доклада, одно без другого никак. И вот они, в общем, как вот автор этого рисунка, он тоже постигает основы рисования. В общем-то, совсем недавно таким был я. Также я буду благодарен опытным автоматизаторам, которые пришли и зададут, наверное, много каверных вопросов. Коль скоро я сказал об автоматизации, что в моем понимании это такое? Автоматизация всегда начинается с какой-то проблемы. Ну, как, в общем-то, и разработка любого программного обеспечения. Есть какие-то, есть какая-то потребность, есть какая-то проблема. И для того, чтобы в нашем случае ее устранить, мы либо решаем, что, ну, это, ну, тут на самом деле может быть цикл, проблема. А, нет, нифига не проблема, тогда ничего не делаем, дальше продолжаем ручками тестировать. Либо мы эту проблему автоматизируем. Смотрим. Так, есть ли готовый инструмент? Если есть, то не изобретаем велосипед и используем готовый инструмент, читаем доку. Если готового инструмента нет, то тогда, наверное, мы оцениваем свои возможности, свои знания каких-то языков программирования, свое время и пишем код. Для тех, кто для того, чтобы поискать инструменты для тестирования, готово. Я привел внизу слайда ссылку на сайт Ministry of Testing, там вы найдете инструменты на все случаи жизни. Идем дальше. Первый совет. Прежде чем писать, прежде чем делать что угодно, нужно подумать. В чем, о чем в данном случае нужно подумать? Подумать, в первую очередь, о том, как будет выглядеть наша программа, что, как будут взаимодействовать ее модули, даже если она небольшая. Ну, мы так думаем, что она небольшая, она не доставит нам больших хлопот. Здесь мы должны рисовать какие-то схемки, мейнмапы, все что угодно, чтобы наш конечный результат был у нас всегда перед глазами, чтобы мы могли когда-то, например, через месяц вернуться, посмотреть на рисунок, сказать, да, вот что я имел ввиду. А то бывает так, что ты не работал с кодом там неделю. Вернулся, смотришь, какая-то функция, какие-то комментарии даже есть. А что она делает? Зачем она тут нужна вообще? А, ну нафиг ее. И потом оказывается, что на самом деле она была нужна. И все становится довольно печально. Вот. Идем дальше. Второй совет. Когда мы общаемся с людьми, мы должны внятно доносить свои мысли. Если бы я сейчас начал общаться с вами на китайском языке, то, наверное, мало кто меня понял. Так и в программировании. Если мы пишем понятно, то нас понимаем, во первую очередь, мы сами, когда возвращаемся к нашему коду. И, там, не знаю, наши коллеги, тестировщики, которые, может быть, будут пользоваться нашей программой, когда мы будем в отпуске. Или же программисты, которые волей судьбы столкнулись с нашим кодом. Когда я говорю о понятности кода, я имею в виду, в первую очередь, комментарии. Комментарии. Нужно помнить, что то, что нам очевидно сегодня с утра, совсем может быть не очевидно нам уже к концу рабочего дня. Поэтому мы должны оставить себе пометку, чтобы мы потратили меньше времени для того, чтобы разобраться со своим кодом. Не говоря уже о том, что кто-то другой может смотреть наш код. И чтобы это не было так, ну, ты посмотри, но там вот это и это, и вообще там доки нет. Ну, ты как-нибудь разберись, если что, меня позови. Вот, еще круто, если есть возможность, тестовые стенды всегда разные. Можно написать какую-нибудь там ридмишечку, типа, как запускать, что нужно делать, ну, какой файли куда положить. Что касается комментариев, вот первая ссылка на статью с Хабра. Статья очень маленькая, но там автор приводит основные тезисы и есть ссылка на две очень полезные книги, которые относятся к программированию. Посмотрите, это очень интересно. Второе, это рекомендации по оформлению. Мне повезло, я пишу на питоне, поэтому у меня нет проблем с соц.ступами. Наверное, кто писал на питоне, меня понимает. В студенческие годы я видел код, который на Си, например, который не сформатирован ровным счетом никак. Это просто простыня, которая идет по левому краю, отформатирована, так, условно говоря, вот, и ничего не понятно. Цикл, цикл, ну да, есть цикл, но, в общем, где он начинается, где заканчивается, очень трудно понять. Я привел ссылки на некоторые такие, скажем, стандарты, нестандарты, рекомендации по написанию кода, по его виду внешнему на некоторых языках программирования. Например, здесь есть Python, здесь есть Sharp и здесь есть Java. Если вы сомневаетесь в актуальности, я, например, сомневаюсь, по-моему, в актуальности ссылки на Java, но всегда это можно загуглить. О чем там говорится? Там говорится о том, как должны именоваться, например, переменные, чтобы привести к какому-то общепринятому виду свой код, чтобы было понятно любому человеку, что тут написано и каждому человеку удобно было его читать. Совет номер три, он тоже относится к понятности. Он говорит о том, что путь лаконичен. Что такое лаконичность? На слайде приведены два примера кода на Python. Как мы знаем, любую задачу можно решить многими способами и, например, в этом случае одна очень простая задача. Есть список, возводим в квадрат его члены. И если в первом случае это три строки, два уровня вложенности, то во втором случае это всего лишь одна строка. Это лаконично, это красиво, это удобно читать. Человек, который, в общем-то, разбирается в языке программирования, на котором вы пишете, должен понять, что тут написано. Четвертое. Допустим, у нас есть задача. Во-первых, я вначале сам забыл упомянуть о том, что под автоматизацией я понимаю, то есть есть какая-то у нас проблема, и вот мы не ждем, пока кто-то ее решит. Мы сами берем, берем ответственность на себя и пишем какой-то код. Может быть, с ущербом своему личному времени. Я не говорю о том, что мы покрываем код автотестами. Нет, это немножко не то. Например, в моем случае это было вот, что меня сподвигло вообще к созданию этой презентации. У нас есть приложение для тестирования производительности нашего продукта, и там нужно, чтобы его использовать, нужно его деплоить, редактировать конфиги особым образом, собирать отчеты и формировать их в удобоваримом виде. И, соответственно, мы такие, есть задача, мы ее реализовали, сидим, все, делаем дальше наши дела, и тут вдруг мы узнаем, что, допустим, нам производительность нужно потестировать, допустим, наших конкурентов, или вот у нас запилили фичу, и вот с учетом этой фичи нужно потестировать производительность. И там все то же самое, только вот немножко вот тут в комментарии, то есть вот тут в конфигах нужно это поменять, там jvm-опсы другие, структура каталогов немножко другие. И мы такие, ну окей, смотрим, что нужно изменить. И вот если в этот самый момент нам нужно перелопатить, перевернуть наш код сверх с ног на голову, тогда у меня плохие новости. Наш код, наверное, негибкий. Идем дальше. Мы тестировщики, мы должны тестировать свой код. Всем нам известна формула, которая говорит о том, что чем раньше нашли баг, тем он дешевле. Так, ровным счетом здесь то же самое. Мы пишем маленькие куски кода, мы их сразу тестируем, а еще лучше нужно подумать, помним первый слайд, о том, как вообще будем тестировать то, что мы написали. Идем дальше. Немножко про такую штуку, как дебаггинг. Какие-то простые приложения можно, наверное, протестировать обычным, там, ну не знаю, на опыте или просто принтом вывести какие-то значения каких-то переменных. Но с более сложными, особенно когда мы там занимаемся как-то оптимизацией, может быть, нам что-то не нравится в работе нашего приложения, то тогда, наверное, если есть ошибки, то нужно использовать, то нужно дебажить. Если мы написали код, запустили его, что-то пошло не так, посмотрели на код, не поняли, в чем дело, дебажим. Идем дальше. А git — это очень полезная штука. Почему я о нем упомянул? Ну, наверное, все знают, что такое git, система контроля версий. Да, нет, нет негодующих каких-то криков, значит, продолжу. Первое, что мне сказали, когда я написал какую-то утилитку, что-то там автоматизировал, мне сказали, ну, ты, наверное, хорошо, да, все сделал, но давай на GitHub залейм наш репозиторий, и мы вместе доведем это до ума. Поэтому нужен git. Подробно о нем рассказывать не буду. Татьяна Зинченко очень хорошо рассказала на прошлой конференции о том, что такое git. Там в своем докладе она подробно рассказывает о том, что такое git push, git clone и так далее. Мы тестировщики, но мы пишем код. Поэтому нужно общаться с теми, кто это умеет делать, наверное, лучше нас. Зачастую это так. Конечно, бывают особо критичные случаи, но чаще программисты все же умеют писать код. Программисты нам могут помочь. Они, скорее всего, умеют делать это, то есть умеют ходить лучше нас. Могут рассказать много интересного о том, что мы тестируем, и подскажут какие-то тулзы, может быть, какие-то инструменты, которые нам помогут при тестировании, например. Мне очень помогло общение с нашим как раз таки разработчиком, который писал приложение, дорабатывал его, которое занимается тестированием производительности. Девятый совет, он говорит о том, что люди разные на одни и те же проблемы смотрят по-разному. То есть вы такие, оп, написали, все окей, все нормально, ну там есть небольшие недочеты и вот такой вот мой условный сантиметр, то есть все замечательно. Если отдать, если, допустим, кому-то придется пользоваться вашей программой, то эта проблема будет выглядеть вот так. То есть небольшие недочеты для него будут критичными. Нужно найти человека, который наверняка, ну в моем случае так, я исхожу из своего опыта, что есть люди, которые наверняка будут использовать ваш код. Поэтому дайте им потестировать, просто это не займет много времени, они вам расскажут много всего интересного о вашей программе, и это поможет сделать ваш код лучше. Десятый совет, он мне поможет вот сейчас буквально, когда начнутся вопросы. Спокойно, критику нужно принимать спокойно. Под критикой я подразумеваю такой процесс, как ревью кода. Я участвовал, ну доводилось участвовать в ревью своего кода, присутствовал при процессе ревью, когда это делали программисты. И сразу видно, когда один человек приходит, такой весь такой, о, я пришел, я написал, все, круто. А другой говорит ему, нет, чувак, ты не написал, переделывай все нафиг, тут у тебя не то, тут у тебя не это. И ты такой думаешь, а что, а где, и немножко расстраиваешься. Ну, в общем, расстраиваться не надо, нужно просто принимать критику, тем более конструктивную. Она помогает нам стать лучше как программистом, как тестировщиком, как профессионалом. В качестве послесловия я хотел бы привести слова одного товарища, не помню, как его зовут, и, по-моему, он даже не имеет никакого отношения к IT. Он являлся игроком в бейсбол и потом тренером. В теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике есть. Доклад мой называется «Истина где-то рядом». Так вот эти советы, это вот как раз истина, она где-то рядом. Это хорошо, это здорово, то, что мы делаем, к этому нужно стремиться. Но порой нам не хватает времени на то, что нам кидают какие-то другие задачи, мы забываем про наш код, тем более если мы занимаемся не только автоматизацией, как, например, я. Поэтому нужно стремиться быть лучше, делать свой код лучше, если уж мы его пишем, изучать какие-то новые инструменты, новые библиотеки и становиться лучше как профессионалом. У меня все. Если есть вопросы, то пожалуйста. Есть ли вопросы? Рома, у тебя вопрос должен быть, ты никого не спрашивал сегодня. Выручи меня, пожалуйста, на первом моем докладе. Отлично. Да, Алик, какие ресурсы посоветуешь для начинающих автоматизаторов? Книжки, статьи? Начал ты сам учился? Ну, я учился на том, что есть сети, гуглишь, что тебе нужно. Слушай, автоматизация в этом плане, даю вообще в любом плане, она такая, у тебя есть какая-то проблема, и ты ищешь пути решения, какие тебе лучше подходят, какие коррелируют с твоими навыками, такие ты используешь. И еще вопросы? Здорово. Я бы хотел просто спросить, а, наверное, добавить, что вот к совету, когда спрашиваете программистов, да, они подскажут. Вот иногда они подсказывают такое, что лучше бы не спрашивали, но на самом деле они предлагают какие-то слишком сложные решения, они там с архитектурной, то есть какой-то там точки зрения, там, могли бы быть и правильные, но для тестов они не нужны. Вот, то есть надо тоже как-то через призму, собственно, опыта или к совету про кучу. Я немножко накинул на это тоже, наверное, вентилятор, что программисты иногда просто смотрят, а что ты там книжку по программированию читаешь, дурачок, ну читай, читай, да. И я немножко не про тесты рассказывал, то есть, да, автоматизация, когда мы какие-то тесты, какие-то сценарии, это одно, а когда в моем случае это были, ну, просто дипло приложения, там, конфигурированием каким-то образом, то есть добавляются новые фичи, сейчас уже там, ну, руками этого просто невозможно делать уже, ну, да. Дело настолько, что плюнул и решил писать код вот. Илья, спасибо за доклад. Пожалуйста. Вот такой вопрос, ты говоришь о том, что нужно у всех органистов спрашивать совет, чтобы тут другой посманут ли в код, но люди, некоторые не любят отвлекаться от своей основной работы, они отмахиваются рукой, как, ну, вот, с самого, вот, и ты сидишь у себя в одном уголку и сам пытаешься в одном забраться, и что делать вот тут? В этом случае я скажу, ты же тестировщик, правильно? Ну, как бы, да, но… Ты, когда приходишь к программистам что-то обсудить, это та же ситуация. То есть, во-первых, когда я говорил «посоветуйся с программистами», я упомянул, что нужно искать людей, заинтересованных в том, что ты, например, когда у меня вот до этого, до того, что я тут писал, я написал какой-то простой скрипт на шеле, и он просто тупо после теста собирал логи. Мне программист посмотрел на меня, сказал «чувак, спасибо тебе огромное, я так задолбался с этим, и мне так лень было, некогда было это написать, что давайте я помогу чем-нибудь». То есть, нужно искать заинтересованных людей, которые потом, может быть, будут использовать это, которым нужно это в своей работе. Порой наши пути с программистами пересекаются. Здравствуйте, я бы просто хотел добавить к вашему вопросу. У нас такая практика применяется, что когда автоматизатор сделал таск, он создает еще один таск на код-ревью. Он показывает все результаты прогона своего таска на 1МС, то есть показывает, что ничего не завалилось, и отправляет свой таск на код-ревью. И вот только после того, как таск прошел код-ревью, пол-ревью смержет, и все, тогда твой таск в любом случае будет код-ревью. Замечен. Ну да, замечен, но это нормальная практика, это хорошая практика. Ревью вы автоматизаторы или автоматизаторы? У меня вот такой вопрос. Вот, смотрите, автоматизация, ну если вообще ничего не знаешь, лучше сначала выучить какой-то, скажем так, до определенного уровня какой-нибудь язык программирования, а потом уже заниматься автоматизацией или как-то это параллельно можно заниматься этим, с вашей точки зрения? Ну то есть есть какие-то базовые вещи, которые можно сделать даже на совсем слабом знании код-ревью? Ну, в конце я подвел итог, что нужно совершенствоваться. Конечно, мы, я, ну, я тоже знаю на каком-то уровне, который для, например, программиста, который пишет на питоне там лет восемь, он, ну, типа, я маленький мальчик по сравнению с ним. То есть я стараюсь совершенствоваться, я сейчас смотрю на свой код, я понимаю, что, ого, что, что это такое, что я делал тогда? То есть надо начинать, надо начинать, не нужно лезть сразу там куда-то, предлагать свои решения, если ты совсем, ну, не знаю, можно какие-нибудь курсы, пройти книжки, почитать. Ну, естественно, это как начало, если ты сам учишь язык программирования, например, то ты проходишь эти стадии. Последний вопрос. Можно вам больше ответить на вопрос? На самом деле, не обязательно, ну, базовые знания все равно какие-то должны быть, но можно научиться программировать параллельно всем, как ты начинаешь писать тесты. Очень много существует обучающих видео, и там, на самом деле, все очень просто. Какой-то там просеешь тест логина сделать, ну, это несложно, и начиная с таких мелких вещей, на самом деле, совершенствуешься и начинаешь. Я бы немножко еще добавил, что обучение программированию с программированием нельзя вообще разделять. Если ты хочешь знать язык программирования, ты должен на нем писать. Что-то кто-то, кто-то... Спасибо за доклад.